Всем привет! У Закатуна вышел новый предновогодний, наверное, предновогодний, я думаю, что это будет последний мультик в этом году, про то, как он спасал бабушку. Давайте посмотрим! Блин, я так и знал, что не получится закончить этот год без приключений. Почему? Так это же хорошо. Вы когда-то встречали в своем подъезде... Да, астролик. ...веди ночи человека с топором, пытающегося выбить чью-то дверь. Нет? Вот и я не... Нормальные соседи. В моем подъезде, зато в падике у друга мы с таким столкнулись. Это он снял, наверное? Мы начинаем. Ну что, родной род, погнали! Все это произошло буквально на днях. В ночь с какого-то четверга на какую-то пятницу я был в гостях у друга. Мы пили чай с плюшками, отмечали завершение четверга, видимо, и просто общались. Но эта приятная атмосфера была нарушена каким-то грохотом в подъезде. Да, реально с топором, прикинь? С мыслями... Это ж них... Нет, нет, соседние. ...что источник шума находится этажом выше, направились туда. И да, как вы уже, наверное, догадались, там мы увидели мужика, который долбит чью-то дверь. Жесть. Раскольников какой-то. ...все это выглядит так, будто я вдохновился фильмом «Сияние», когда писал... Похоже, да. Я вас уверяю, все это реально произошло. Это он реально видео вначале показал. ...повисло небольшое напряжение, видимо. Кирпичи отложили. Что тут происходит? Может, он из дурки сбежал и в любой момент может кинуться... Да, или может, свою дверь просто открывается. Я зарежу нахуй! Да, мне уже почти тридцатник, а я до сих пор боюсь людей с топором. Мне кажется, все боятся этого. В общем, мы уже собирались звонить в полицию, как Саня замечает, что возле мужика стоит его соседка. И вроде бы не осуществляется. А, короче, соседка попросила вскрыть квартиру. ...вотвращаемся на диалог с двери-ненавистником. Оказывается, что в этой квартире, куда он долбился, находилась его мать, которая не подходила к телефону и не открывала дверь. Так, может, надо было МЧС вызвать? ...кому уже лет 50 было. Мы без слов поняли, что матушка у него, скорее всего, уже очень старенькая, и с ней что-то могло случиться. Почему-то ему показалось, что лучшей идеей... ...выбить замок топором, а не вызвать, допустим, спасателей, чтобы те его вскрыли. Где он еще взял топор в 2 часа ночи? Я бы не рассчитал. Так это же его дом. ...советская дверь из аналитного дерева, такая же большая и крепкая, как мы. Кетчбуки, которые можно купить в блогерском сообществе ТОП-БРО, ссылочку оставлю. Ни в какую не хотела поддаваться на уговоры топором. И тут выкурившись... Переговоры. Ну-ка. Вам нужно вскрыть эту дверь? Да, конечно. Мы можем это устроить. И главное, чтобы потом никаких претензий. Разумеется, без проблем. Только откройте ее, пожалуйста. Что они задумали? Отойдите в сторонку. Что будет стоять и долбить? Супермейн такой. Ах, да. Кажется, я забыл сказать, что Саня это такой дядя под два метра ростом и почти столько же в ширину. Я познакомился с ним на соревнованиях по подъему гири. Да, у меня есть такие знакомые, так что они... А, так он дверь и выбил, получается. Саня мощнее... Он, собственно, в попытке выбивает двери вместе с косяками. Ого. Дело сделано, папаша. Прям с косяком. Вы бы видели лицо мужика. Всем своим видом он показывал, что в его планы не входило сносить дверь полностью. Но мы предупреждали. Зато, попав внутрь, мы узнаем, что случилось с бабулей. Она жива, все в порядке. Но помощь ей действительно была нужна. А что случилось? Дело в том, что перед сном она решила принять ванну. И, закончив все процедуры, просто не смогла самостоятельно оттуда встать. Ой, жесть. И пролежала несколько часов, пока мы их не вышибли. А если бы она потеряла сознание? Могла и утонуть. А ведь... Вообще жестко. Скоро ждет. Буду носить валеньки, сидеть у падика, жаловаться на всех. Дорога от кровати до туалета будет занимать минут 20. А на ютубе даже контента нормального для меня не будет. Да успокойся. Ты все равно не доживешь. А, тогда ладно. Позитивно. Закончилось, все хорошо. Единственное, Саня потом немного переживал, что ему выставят счет за сломанную дверь. Да, Миша. Здорово, Сань. Здорово. Не сильно отвлекаю. Ну так. Слушай, я тут по поводу того случая с бабулей, где ты дверь вышиб. Нет, сейчас пока что никак. Что? Давай, спасибо, пока. Ну. Что ты нам сказал? Нет, сейчас пока что никак. Это так я не захочеваю этот год. Приключения настигли оттуда, откуда не ждешь. Следующий раз увидимся уже в 2020. Скорее всего, только... Свинка ушла, мышка пришла. Хочу большой отпуск себе устроить. Да и вы от меня отдохнете наконец. Как мы мог. Да, что-то все решили отдохнуть. В канале, может, что-то выложу пораньше. Ну, а в следующем году ждите меня с новыми силами, большими обновлениями и безмерной благодарностью за то, что вы остаетесь со мной. Не забывайте, что вы лучшие подписчики на свете. Желаю, чтобы все проблемы и плохие мысли остались в этом году, а в новой мы пойдем с позитивом, юмором и качественным контентом. Хочу, чтобы все ваши мечты и желания непременно осуществились. А пока можете исполнить мои. Подписавшись там, лайк поставив, ну и оставляйте добрый комментарий. И до встречи в будущем. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Я, короче, думал, что они двери выбиты, бабки уже все... Блин, это было бы вообще очень жесткий ролик, я бы такое не снимала. Слушай, а если вдруг на самом деле бабки было все, просто он решил, что это очень грустная концовка и перерисовал? Потому что нет, она была жива, просто она не снова с ванной выйдет. Да. Я думала, может, Ваня не заклянулась. Я не знала. Вообще... Надеюсь, что бабушка жива. У меня такой был случай в жизни, когда сосед вот... Ваня не, короче, умер. Если умер. Ну да, но дед вот на улице одной там соседи... Старенький такой, да? Да, утонул Ваня. Видимо, соседание, может, потерял или что, и все, Ваня умер. Утонул. Блин, это так жестко, у меня теперь будет ваннофобия. Утонул, реально. Короче, не мойтесь Ваней, принимайте только душ. Понятно? Пока. Пока. Пока.